Приветствую с Оксана. Ну, собственно, коллега Кудрючев Игорь Леонидович вам ответил уже. Ответил достаточно хорошо, на мой взгляд. Добавить мне именно хил ответу особо нечего. Я могу сказать только то, что, понимаете, вы говорите о том, что вы притягиваете людей, да, что вы притягиваете людей, которым нужны ваши уши и советы. Мне кажется, это не совсем, как бы, честно, потому что, ну, как бы, притяжение, да, вот именно притягивание, это что-то такое, мистическое, что-то такое, магическое, полумагическое, вот. Мне кажется, что в реальной общественной жизни, в реальной социальной жизни такого нет. То есть в реальной жизни именно притягивания нет. В реальной жизни вы выбираете, с кем общаться, и люди выбирают тоже, с кем общаться. Ну, если только вы не застреваетесь с кем-то в лифте или, там, не оказываетесь зажатой в общественном транспорте или в пробке или в маршрутке, вот. И по факту-то получается, что вы отрицаете свой собственный выбор партнеров по общению, это первое, что важно. То есть, вот, функционально ваша проблема здесь заключается в том, что вы не осознаете, не видите, не управляете своей ответственностью, что является синонимом слова осознаете, осознаете своей ответственностью за выбор партнера. Это первое. Второй момент, который я мог бы выделить, это предмет общения. Для вас предмет общения, как-то вот, исходя из текста, получается, что проблема ключевым элементом выступает. То есть, вам делится проблемами, и вы, и вы хотите делиться проблемами. Мне кажется, это не очень конструктивная история, потому что, все-таки, один из ключевых моментов общения в том, чтобы именно делиться. Общая, но ненуждаемость, независимость от людей тех же. А у вас именно это присутствует. И люди, с которыми вы общаетесь, в принципе, отражают то, чего хотите вы. И вам общение, скорее всего, нужно для того, чтобы делиться проблемами и получать поддержку. Что тоже, как бы, свидетельствует о проблематике личной ответственности за то, что с вами происходит. Свидетельствует о неком кризисе, я бы сказал, жизненного пути. И, ну, может быть, не кризисе, кризисе здесь неправильно, наверное, слово будет. Неоформленность, несформированность и направление жизненного пути. Ну, и, конечно, да, неразрешенные какие-то вот внутренние конфликты у вас, внутренние противоречия, как, например, ощущение несправедливости от того, что происходит в вашей жизни. Это, мне кажется, достаточно четко здесь прослеживается, достаточно четко здесь видится. Вот, собственно, с такими элементами нужно работать. Люди вокруг нас являются нашим отражением. Люди, с которыми мы общаемся, отражают то, кем мы являемся, кем мы хотим быть. И, соответственно, так важно, ну, скажем так, находиться в контакте с эмоциями, с чувствами, мотивирующими нас на общение с теми или иными людьми. Вы делаете, вы оказываете себе большую медвежную услугу, когда начинаете общаться с людьми, для того, чтобы от них что-то получить, потому что впадаете в зависимость от человеческого фактора и тем самым обрекаете себя на страдания. Да, это не обученность личной ответственности, да, это, может быть, нуждаемость в личностном росте для вас. Да, безусловно, безусловно, конечно же, это треугольник Карпмана, вне всякого сомнения, это треугольник Карпмана, вот, потому что действительно люди, которые нуждаются в том, чтобы, ну вот, чтобы вы их слушали, это люди, жертвы, вы же в свою очередь занимаетесь спасителем, но по факту вы, так же, как и эти люди, являетесь жертвой, вот, и вам из этого состояния нужно выходить, для чего необходимо работать с личной ответственностью. На этом все, Оксана, я надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго, удачи!